Здравствуйте, меня зовут Диана, я сотрудник лаборатории Medical Genomics. И сегодня мы поговорим на важную тему – фальсификация фактов при судебно-молекулярной генетической экспертизе. Или, иными словами, можно ли подменить образцы при тесте ДНК? Речь пойдет именно об экспертизах с юридической силой. При информационных тестах полную ответственность несет сам заказчик за предоставленные образцы для исследования. То есть, то, что вы собрали, то и мы проверили. Мы с уверенностью заявляем, при проведении судебно-генетической экспертизы в нашей лаборатории подлог образцов невозможен. Почему мы это утверждаем? Это связано с четким соблюдением регламента процедуры сбора биологических образцов. Итак, что входит в эту процедуру? Первое – полная идентификация личности, проверка документов, удостоверяющих личность, а также фотографирование всех участников процедуры. Второе – составление протокола забора проб биологического материала в присутствии двух свидетелей. Третье – опечатывание конвертов с биологическим материалом, также в присутствии двух понятых и участников процедуры. Итак, как соблюдение этих пунктов обезопасит вас от подмены образцов в экспертизе? Полная идентификация личности включает в себя не только проверку необходимых документов, паспорта и свидетельства о рождении, но также обязательное фотографирование всех участников процедуры в момент забора образцов. Это очень важно, поскольку в свидетельстве о рождении нет фотографии ребенка, и участник процедуры, заинтересованное лицо, имеет возможность привести на забор образцов совершенно другого человека. В данном случае фотографирование обезопасит вас от подмены образцов. В развернутом заключении, которое вы получите после проведения экспертизы, будут включены не только копии ваших документов, удостоверяющих личность, но и фотографии всех участников забора, заверенные медицинским учреждением, где происходила экспертиза. В нашей практике был такой случай. По гражданскому делу о назначении алиментов, мужчина, предполагаемый отец, явился на сдачу образцов вместе с ребенком. На этапе фотографирования участников он отказался от прохождения экспертизы и ушел. Мы не будем утверждать, однако, возможно, мужчина отказался от проведения экспертизы, поскольку привел чужого ребенка на сдачу образцов. Итак, уважаемые подписчики, если суд вынес определение о проведении судебно-генетической экспертизы в нашей лаборатории ООО Medical Genomics, вы можете быть уверены, что она пройдет в полном соответствии с российским законодательством. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте вопросы. Мы всегда будем рады ответить на них. До свидания! Продолжение следует...